всем привет друзья вы как всегда на канале пластилин и как вы наверное уже догадались сегодня будем добывать латунь из обычных ключей от замков которыми мы с вами каждый день пользуемся как обычно наливайте чаек кофеек какао берите что-нибудь вкусненькое ставьте лайк этому видео всем приятного просмотра вы погнали вместе со мной снимаю небольшой обзор моих запасов чермета это ящики или как правильно коробки с обычным железом понятное дело не все здесь только то что удалось более-менее компактно сложить алюминий здесь тоже алюминий латунь медь это ящик который еще нужно разобрать вот она моя медная копилочка ящики с проводами ну и конечно же латунь ведерко со сметанкой а внутри латунной гильзы понятное дело все абсолютно пустое латунь я уже не сдаю больше года все коплю собираю вот такие гильзы это от мелкашки тоже пустые но это копанные немецкие советские какие-то там французские это не все есть еще в другом городе гильзы вот такой пакетик все чистая латунь это баночка в которой находится чисто латунная фурнитура от одежды застежки бегунки пуговки люверсы всякие такое количество но и самое главное вот такая баночка которую сегодня будем детально рассматривать изучать разбирать сортировать и взвешивать здесь находятся различные связки с ключами которые мне попадались на протяжении года здесь и железо и латуни и даже цинк в общем сейчас будем все это дело перебирать друзья кто ни разу в жизни не видел латунные расчески показываю оказывается они существуют есть у меня еще вот такие запасы этого желтого металла но пока что к добыче именно вот такой латуни я не готов это на самый-самый черный день тем временем на улице вот такая погода а вообще я уже давным давно хочу провести ревизию своих цветных металлов так сказать обновить мои цветные копилки плюс вчера на рынке нашел вот такие ящички из-под фруктов понятное дело достались они мне совершенно бесплатно очень часто на рынках вот такие ящики выбрасывают они тоже как бы деревянные но дерево здесь очень тоненькая выдерживает такой ящик килограмма два-три быстро ломается гнется все в общем совсем не долговечный а здесь все намного качественнее дерево потолще думаю один такой ящик запросто выдержит до 20 килограммов короче говоря сегодня заодно сделаю и новую латунную копилку из этого ящика ну а тот ящик что побольше скорее всего будет под алюминий если что вот это пятно это не кровь это следы наверное от помидоров ну вот картон совершенно не выдерживает таких нагрузок дерево думаю будет намного лучше на улице дождь уже не перестает наверное третий день еще раз повторюсь эта баночка собиралась наверное больше года некоторые ключи мне удавалось просто находить на улице некоторые откапывал при помощи металлоискателя когда они долго пролежат земле покрывается вот такой темной патиной старые советские ключи ну и на поисковый магнит не попадались вот такие связочки сама по себе латунь конечно же не прилипает к магниту но среди латунных ключей попадаются вот такие железные они как раз магнитится хорошо перемешку идут латунь железо все вот такие ключики которые имеют ярко выраженный цвет латуни можно даже не проверять они понятное дело не будут прилипать к магниту тем более ключик старый советский ну а ключи его такого плана те что современные уже нужно проверять магнитом обязательно зачастую их сейчас все покрывают таким напылением из никеля и не всегда понятно что находится внутри железо или латунь смотрим вот это латунный ключ это уже из обычного железа это тоже латунь еще бывают и вот такие случаи просто ржавый ключ обычный среднестатистический человек конечно же сто процентов забросит его в чермет но те люди которые смотрят канал пластилин они конечно же возьмут магнит и проверят а ключ оказывается латунный еще можно взять напильник и немножко протереть все вот эту ржавчину это просто никелевое напыление покрывается такой патины но вот она латуни еле-еле правда желтоватая это современная китайская латунь с низким содержанием меди но латунь я даже не знаю по какой причине люди постоянно выбрасывают ключи в воду но попадается не очень часто особенно под мостами ну вот один ключик латунный а второй железный еще говорят что на поисковый магнит нельзя выловить цветной металл кругом один обман еще я заметил такую штуку что практически на всех старых очень древних советских ключах имеется маркировка какие-то цифры возможно это ключи от машины были типа номер автомобиля даже не знаю а вот даже цена 8 копеек и этот ключ тоже стоил 8 копеек но это уже сто процентов от машины ключик а злк москвичевский наверное еще видел что такие предметы продают на аукционах но цена на них примерно такая же какие на приемке если сдать на латунь если продавать разве что железные ключи обычные современные ключики особенно дверные зачастую делают с вот такими пластмасскими это непонятно то ли для удобства но скорее всего просто для удешевления производства так как пластмасс намного дешевле чем латунь такое дело можно просто обжечь на костре но я попытаюсь добыть латунь механическим способом попытка номер два все равно как по мне лучше всего такие вещи просто обжигать на костре как видите друзья внутри все равно чуть-чуть осталось немножко латуни правда второй ключ разобрался нормально сначала немножко простукал а потом при помощи двух плоскогубцев достал вот такую латунную штуку а вообще такие ключи дело непредсказуемое еще все зависит от качества этого пластика или пластмасса некоторые разбиваются некоторые не разбиваются все нормально на одной связке с ключами попался вот такой магнитик от подъезда протер его напильником это тоже латунь не прилипает магниту сейчас разобью достану многие из нас наверное миллион раз видели такие штуки но никогда не видели что же находится внутри короче говоря латунные чашечки 2 резинка и вот такая типа платка скорее всего какой-то чип внутри даже имеется подобие какой-то по золоте также завалялся среди ключей вот такой небольшой замочек и он у нас латунный одна только вот эта душка из черного металла понятное дело ключик я к нему не подберу хотя вот эти немножко похоже ладно будем разбирать все старым добрым методом best of the best все посортировал по металлам получается такие латунные ключики и гора с обычным железом кстати вспомнил что все цинковые ключи я переплавлял остался только вот один экземплярчик мы давайте прикинем по весу эти ключики вот такой современной дверной 14 грамм ровно латуни так вот такой кстати чувствуется вес 16,7 грамм вот такие 10 грамм тоже 10 грамм 10 ну в среднем где-то плюс-минус 10 грамм имеет такие ключики вот такого плана те ключи что с пластмасскими понятное дело полегче 5 грамм такой вот такой 6,5 цинковый ключ 10,7 ради интереса давайте взвесим вот этот замочек 24,5 24,5 грамма если один такой латунный ключик сдать сегодня на приемку мы за него получим 1 гривну 50 копеек это 4 рубля или же 6 центов ну а на килограмм таких ключей понадобится примерно 100 штук ну а все латунные ключики затянули на 231 грамм с одной стороны вроде бы и немного но с другой именно с вот такой мелочевки и набирается потом килограммы железных ключей побольше практически 300 грамм на дно моей новой копилки поместил картонку чтобы вся мелочевка не просыпалась начинаю загрузку латуни 18 килограмм 500 грамм ну сам ящик этот пустой весит грамм 300 наверное плюс баночки в общем пол килограмма смело можно отбросить где-то 18 килограмм латуни у меня пока что чистой есть еще но ту латунь нужно еще разбирать друзья всем спасибо за просмотр как обычно ставьте лайки пишите комментарии как вы знаете я на них всегда отвечаю кто не подписан обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить ничего интересного не прощаемся поиски продолжаются до встречи в следующем видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч